здравствуйте мы уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня мы начинаем прясть для этого нам нужно величину куколку мы с вами уже сделали и нить хб вот не такая обычная без всяких синтетических добавок может это у вас валяется мы и перекидываем просто так удобно если как-то закреплять плохо крутится катушка и неудобно вязать прясть так теперь наматываем нить на вертину причем взяли нить потому что я уже говорила в том видео что у нас собачья шерсть не очень удобная для придения там бывают и длинного и длинные волокна и коротенькие смотря откуда взяли и поэтому нить нить будет такая хрупкая довольно таки быстро будет рваться и вот эта нить будет закреплять ее как бы связывать вместе обматывать вокруг волокон удобно и хорошо наматываем значит я беру правой рукой держу и наматываю как получается слева направо вот как видного слева направо так наматывают закрепила нить дальше спирально по веретену намотала и большим пальцем закрепляю раза два но я потом это еще буду делать поэтому будет видно кто не понял поймете еще все и начинаю прясть сейчас я буду прясть внимательно смотрите а я буду о чем-нибудь рассказывать так все сначала будет прясть не очень удобно вообще когда легкое веретено но еще легкое его нужно все время крутить когда поправляешь вот эту шерсть чтобы она все время так вот разделывать чтоб она ровно ложилась овечью шерсть прячь конечно много лучше ну что же делать ну и в принципе вам же не нужно куда-то на выставку собачья шерсть очень колючая и не в основном вяжут носки а туда нужно спереть как хотите в общем примерно понятно как я делаю вот это не очень удобно я уже всяко-всяко закрепила у бабушки в деревне конечно у нас было не такое приспособление там было такое сиденье деревянное сиденье деревянное к нему такая лопата приспособлена но я высокая мне это неудобно низко поэтому я себе уже вот так сделала тем более и и прячь то мне приходится раз в год может быть иногда бывают заказы платят за них очень хорошо я помню не заплатили столько что я могла на эти деньги купить очень за каждый 100 грамм пряжи мне заплатили столько что я могла купить импортную хорошую пряжу у людей накопилось вот я все время кручу все время она у меня все время крутится вот как если я смотрю сверху то это получается что я кручу по часовой стрелке и пальцы работают и здесь 3 здесь получается три пальчика более постоянно кручу вот конечно кошка пришла шерстяная тоже кто-то говорят придет и кошачьи шерсть все время поправляем и на длину руки нам нужно сделать нитку слышите звук да это я все время кручу верить и ну тут смотрим толщина примерно одинаково но вы не переживайте сначала будет получаться очень смешно не красиво не ровно ну и что дальше собираем нитку видите как она сама закручивается собираем нитку спускаем вот узелок что какова то и начинаем наматывать на величину наматываем наматываем можно куда-то поставить на колено наматываем 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 смотрите чтобы было примерно ровненько так чтоб у вас нитка не соскальзывала сверетина сейчас сейчас еще попрекем чтобы кто не понял разобрались снова точно так же по спирали я наматываю длинновато оставила и узелки повтор молодец дико 6 неравномерная неоднородная какая-то где-то жесткая где-то очень мягкая мягкая как в ряде мы учились в деревне как я уже говорила да у бабушки ездили мы туда сестрами почти на все каникулы если в лагерь никуда не ехали то конечно бабушки в деревне и для нас это была свобода бабушка была занята работала в колхозе а мы делали что хотели и вот эти бабушки нас учили в зиму потому что заняться то в принципе в то время в деревне нечем телевизор толком не показывал и 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 а этой рукой все время кручу но вы смотрите вот например если сильно крутого один раз один раз можно отдохнуть и нить сама уже закручивается всяко бывает не маленько неудобно сидеть обычно ты я сижу не так здесь уже вам показать и продолжаем вот и занимались бабушки а у нее было очень много скотина 10 овечек имбельки гуси утки куры сначала была корова потом уже только коза 10 овечек это сколько было шерсти несколько мешков несколько мешков шерсти их надо было все почистить у нас никто не заставлял поэтому видимо все таки ушло у нас походку что вокруг все делали то и мы делали мы все научились вязать прясть все интересно и все может в жизни приводиться и все может быть источником заработка в общем я вот так делаю как бы палец большой опускаю на нить поворачиваю получается петелька и в нее перетяну не попадает присоединяем просит меня бабушка увидела конечно еще бы вот решила вам сделать поближе чтобы было более-менее все таки понятно как я ее разделываю вот видите тянется и нитка и шерсть сама тут комочек какой-то мы его разделяем и снова тянем потихонечку а вторая рука ты все время крутится и нитка пугая конечно так получается позорненько я все время то в камеру смотрю то на нитку вот вот бабушка говорила если бы вам в руки попала кудель а кудель это видимо льняное льняное такое волокно вот это говорит прялась как по маслу и у нас получается посмотрите ниточка довольно таки ровно тоненькая ее можно и так прясть ой вязать например шали да конечно колючая будет у меня вот есть одна такая шаль она связана из шерсти колли из колли сейчас раскручу не такая теплая что зимой на легкую кофточку и не холодно ну конечно ее надо что-то пододевать и люди чувствительные так сказать конечно носить не смогут но из кауни вяжут вот и все пытаемся соединить какие комочки выпадают а все почему почистила наверно плохо свеклана георгиевна набросала как попала так все соединяем ой что-то я говорю наматываю видите как я наматываю ровненько туда и сюда туда и сюда вверх-вниз а то скособочится и раньше времени раньше времени она косить она косит она носки ой и 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 поправляем. Последний раз намотаю. Вот уже сколько получилось у нас пряжи. Смотрите, довольно таки ровненько. Хотя я тут и вяжу боевых, ой, приду в этих боевых условиях. Наматываю сначала вверх. Видите, она получается такая разноцветная, как мраморная. Не знаю, что из нее получится. Может быть носки. Кто-то у меня тогда просил связать на коленки. Может пояс на поясницу. Шаль, конечно, из такой. Ну почему? Ой, нет. Ой, очень круче. Бывает шерсть все-таки помягче как-то. А это очень уж. В общем, так наматываем. Сейчас последний раз покажу, как закрепляю. Вставляем небольшой кусочек. Пальчик кладем. Заматываем. И туда раз. Опять кладем. Петельку делаем. Раз. Примерно так. Опять оторвала. В общем, примерно поняли. Ничего тут сложного нет. Главное, не переживайте. Делайте, делайте для себя. Как делаете, так и нормально. А со временем придет. Так же, как и вязание. Опытных. Хоть в каких условиях они вяжут вязальщиц. Все всегда ровно и красиво. Хотя и модели старинные и модные бывают. Чуть попала. Плохо очистила. Вечером чистила в темноте почти. Потянем. 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 Вот хорошо подонить. Хорошо идет. Вот я вот прямо вижу, что толстовато. Лучше прясть потоньше. Вот в деревне такая хорошо была нам прясть овечью шерсть. Хоть как. Все равно она шла на носке в основном. Ну все. Я надеюсь, что примерно понятно. Если что-то непонятно, пишите. Продолжим обучение. И потом я покажу, как нужно скручивать нить из двух веретен. Все. Вот такая у меня получается ниточка. Вот уже сколько мы с вами напряли. Ровненько вроде бы. Вот так. Всяко-разно. Где-то ровно, где-то потолще. Все. Давайте. Порядите. Успехов Вам. И до новых встреч. Продолжение следует.